Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого и я продолжаю в образе Минилика 2, взяв псевдоним, скажем так, Минилик 2, ввести к процветанию новую цивилизацию, Сидмейр Сивилизейшн 6, Эфиопию. Более того, мы это делаем, вступив в тайное общество Герметический Орден. Не очень удачный, по-моему, у меня выбор получился, но то, что тот, то тайное сообщество, которое мне нужно было, оно мне так и не выпало. Вот я во время этого прохождения опубликовал свое видео про патчи, мне там пишут, что, мол, тут совсем это не рандомное, тут вот не случайно ты находишь те вещи, которые открывают тайные сообщества и можешь сам принимать. Ну, собственно, вы видели в этом прохождении, что я пытался вступить в, как он тут называется, в воспевающих пустоту, и мне из племенных поселений 6 или 7 штук я нашел, они так и не выпали. Ссылка на первую серию есть в описании к этому видео, либо же в верхнем правом углу появлялась ссылка, лучше начать смотреть с самого начала, если вы случайно наткнулись на это видео. Ну, а спонсоры канала всей серии видят сразу во вкладке сообщества. Спасибо им, кстати, за поддержку. Так, я не понял, почему тут прекратился строиться... А, он тут строится, блин, фут, я думал, это вот в Анкабере не строится, он в Адуи. Так, отлично. Какие у нас тут караваны доступны? Я хочу все во Францию отправить, потому что, надеюсь, с ней заключить союз в итоге. Из Адуи в Париж, из Лалибелы в Париж, из Анкабера в Париж и из Гадера в Париж. Гондора. Гондора. Ну, давайте из Адуи в Париж еще отправлю, потому что один уже там бегает вроде, но вроде не в Париж. Подождите, а давайте я гляну, может, еще какой-нибудь... Вот тут явно какой-то город еще должен быть. Нет, я его, правда, этим ходом не открою. Ладно, отправляем в Париж. Берем флотоводца с броненосцем. Я думаю, надо его на ту сторону... О, тут, кстати, еще какие-то земли, я смотрю, будут. А, блин, один... Хотя, вон еще что-то открывается. Какие-то земли все-таки есть. Так, тут я все посмотрел. Ладно, где-то тут высадиться будет, конечно, скаутом. Дальше смотрим. Из Анкабера в Париж есть такой. Отправляем. Больше, вот видите, все остальные как-то хуже ко мне относятся. В отличие от француженки. Поэтому я туда и отправляю караваны. Так, где мне еще скальную... Так, тут я вырубать собирался и как раз скальную эту строить. А где мне тут еще вместе с холмами? Тут не холмы. Вот тут холм. Блин, тут надо оленей обработать. Тут не получится. Какие-то вообще клетки. Вот я бы эти тропические леса не хотел вырубать. Я бы их оставил на холме. Для лесопилок будущих. Я уже тут довольно скоро. Они уже откроются. В меркантилизме. Возможность строить лесопилки в тропических лесах. Поэтому давайте, наверное, этого рабочего на оленя отправим. Так. Тут у меня постоянные фейлы с попытками основать город. Я не знаю, это просто какой-то рок. Человек-свисток, человек-свисток. Его преследует. Тяжелый рок. Человек-эфиоп. Так, три. О, да еще. Ну ладно, давайте, наверное, крабов тут я выкуплю, обработаю. Дальше надо, наверное, продолжим губеров. Надо ли мне аквакультура для лян? Мне кажется, что надо все-таки поменять местами пингалу с лян. И да, давайте я прокачаю лян на аквакультуру. Потому что там очень круто она будет работать. Йово-Дисабебу давайте. Пингалу в Харрер. Там есть место для роста. И, как ни странно, еще у нас можно... Ну, тут я не буду ничего. Магнуса тоже пока не буду. Давайте Виктора возьмем. Я бы Виктора, наверное... Давайте в Адую. Там уже много жителей. Будет возможность, прожилья станет не хватать. Бта, блин. В Дессе торговца сделали. Девять торговцев. Круто. Может, строителя. Нужны ли мне юниты еще? У меня, в принципе, вот эти ребята есть для апгрейда в мои. Да? Я бы, наверное, строители делал. Конечно, тут бы карточку поставить. Но, на самом деле, мне все эти карточки тоже нужны. Тем более, я юниты собираюсь покупать за веру. Так, тут мы торговца купили. Гавань стоит. Что нам после гавани? Можем священное место построить. Либо кампус. Я бы, наверное, священное место строил вот тут. Ну, раз играем через веру, надо уже как-то это максимизировать. Великие люди есть. Да. Знаете что? Давайте мы, наверное, апостолов купим, укрепим религию. О! У нас тут имеется руинка. Я, наверное, к перемещению возьму. А раз у нас имеется руинка, то туда потыги дымит улучшить. Улучшить ли, да, арома? Улучшить. Потому что пять очков перемещения будет тогда. Так, там варвары. Знаете, наверное, скаутом вот тут во Франции высадимся, я попытаюсь ее все открыть. Ну и как бы у меня с Францией лучшее отношение? Так, из Лалибеллы в Париж. Знаете, наверное, уже попробую открытые границы договориться. О, отлично. Еще и заплатила мне за это. Какой-то город еще должен быть. Но выгоднее всего в портовые города отправлять, они больше всего денег дают. Так что если он не на море стоит, то фигово. А выглядит так, что он, скорее всего, не на море стоит. Четыре гера, неплохо. Так, тут я... По идее, они не должны спускаться на море и захватывать. Точнее, не по идее, а точно они не могут спуститься на море и захватить. Рабочего это только морские юниты могут делать. Блин, еще раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Еще пять цивилизаций где-то тусит. Так, Рейна ваксуме. Можно расти. И тут, кстати, хватает жилья. И тут даже хватает. Так что пускай Рер растет. Дессе растет. Блин, анкобр может жить. Может расти. Вот это, блин, какая-то пиратская вольница у меня тут. Реально. Вот они вот эти тут мечники. Ну, вообще, 62. О, наводнение, которое предотвращено и повышена плодородность клеток. В Хоррере у нас производство побольше. Верфь открыли. Так, ну все здорово. Прям. Так, этот у нас плывет. Так, пофигу, где я высаживаю. Давайте пока так поплывем. Тут, я смотрю, больше ничего интересного, да? Ладно. Так, води сабэби. Давайте, наверное, мастерскую, потом Верфь. В Хоррере. Надо бы уже театралочки начинать. Причем я бы театралочку вот тут, кстати, поставил. Плюс два. Давайте пока мастерскую. Блин, или уже театралочку. А он за Веру вообще все покупает в театральной? Или только музеи? А, археологические музеи археологов. Ну, я, в принципе, сейчас их открою. Ладно, я себе мастерскую больше хочу построить, чем театралку. Не знаю, конечно, вы можете написать в комментариях, что Эфиопия очень хороша для туристической победы. Возможно. Возможно. То есть, тут идет вера. То есть, вам не надо даже в священные места по-хорошему идти. Тут вера будет капать и так. То есть, возможно, мне стоило не заморачиваться с религией, не строить священные места, а вместо них театралки строить и пытаться именно что-то туризму победить. Ну, посмотрим. Так, что у нас тут еще аквакультурно? Сейчас прокачал. Осталось Амани назначить. Давайте. Куда нам важнее? Анкобр, Микеле или... Ну, Гондор так себе городок. Микеле получше. Мне кажется, Анкобр все-таки получше будет. Анкобр. Давайте сюда Амани назначим пока. О, тут, смотрите, у Франции тоже, похоже, свой отдельный континент. И у Персии свой отдельный континент. Ммм, как странно. Какие странные континенты сгенерировались. Так. Смотрите, дайте я еще тут город увижу, наконец-то. Или я его не увижу. О, Швеция. А где мы с тобой встретились? О, да, но это не свой отдельный континент, так как минимум континент вместе со Швецией. Да, но тут не видно этот город. Ладно, какой у нас тут наиболее выгодный еще маршрут? Двенадцать монет. Три с половиной из Харрера в Париж. Ну да, видимо, так и отправим. Самое забавное, что Харрер тоже считается прибрежным городом. То, что он на озере стоит, и как бы караваны, по идее, не могут туда морские проплыть. Ну никак. Тут даже реки до нее не доходят. Но, типа, он на побережье. Так, ну давайте тут обрабатывать. Так у нас будет кампус. Причем, кстати, кампус можно уже будет ставить сразу после промышленной зоны. И он сразу тут хорошо пойдет. Ну, потому что уже тут будет много производства в этой промышленной зоне. Больмя стоит на плюс сто процентов. Значит, что тут будет десять вообще производства сразу дать. Да, почти в два раза увеличится производство в городе. По-моему, неплохо. Так, поехали в Адис-Абебу. Как раз Лян сейчас вернет, приедет туда и будем делать тут аква. Аквакультура. Спасибо. Аквакультура. Как для этого тоже, наверное, можно туда отправить. Я просто смотрю, что я тут хочу хочу ли им что-то другое тут обработать. Да нет, вроде тоже в Адис-Абебу. Красивое название города, согласитесь. Адис-Абеба. 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 Да елки, дайте прийти. Что в этой партии не знаю. В этой партии все как-то с проходами не очень. Продолжу строителей. Что нам теперь хочется? Следующий, кстати, в промышленной эпохе. Наверное, в промышленной эпохе идут индустриализацию, я думаю. Просто сразу. Ну, я имею в виду следующий путь развития наших нашего тайного общества. Это внушение. За каждого полученного великого человека лей-линии получают плюс один ко всем видам продукции в районе этого великого человека. Ну, у меня две всего лей-линии. Это вот вопрос к рандому. Опять про случайность. Опять там мне писали, что это какие-то люди нашлись, которые вот считают, что это можно стратегически использовать. То есть вы берете сообщество, даже не зная, где эти лей-линии будут. Вы вступаете в сообщество, а потом он показывает, что у вас на контенте всего две штуки. Нафига? Я бы их не брал. Вот серьезно. Зная, что оно так будет. Ну, это ж бред. Ой, там кто-то кому-то войну объявил. Австралия, Нубия. Интересно, где у нас Нубия? А он, кстати, чьи-то границы еще. Так, тут пока все оставляем. У меня теократия, да, если я не изменяю память? Да. Скидка 15%. Ну вот я как раз могу, уже я построил, я могу юниты за веру покупать. 15% скидочка. Наверное, начнем с трех лучников. Раз. два. Два. Три. Теперь апостолы. Кстати, раз у меня Ереван, может, мне даже больше апостолов обращу сейчас в свои города, вот эти, очищу землю. Ну, лалибелу, ингазгаргаму. Нгазаргаму. Не знаю, почему ингазгаргаму все время хочу называть. Давайте просто еще одного апостола возьму. Какой-нибудь ему... За счет того, что у нас Ереван, мы можем апостолам брать абсолютно любое улучшение. и там можно таким образом очень быстро обращать города. Так. Этого парня, наверное, в лалибелу. Кстати, вот здесь, вот тут неплохо эта скальная церковь встанет. Дальше какие у нас пути доступные. Париж. Из Харрера... А, вот из Харрера в Париж, собственно. Это я, наверное, отправил в прошлый раз. Я понял. Как раз этим ходом о, ли он открыл таки. Думал, не увижу. Так, ну тут я все посмотрел. мне кажется, надо плыть в сторону перса. Тут я не думаю, что что-то интересное вообще будет. Там у меня плавает. вот как вот тут вот так рифы расположились. Странно. ну нету смысла тут, честно говоря, строителя строить. Это будет слишком долго. это я таки куплю. А строить буду ну, камень, видимо. Да, дипломатические, конечно, надо когда-нибудь построить. но я это хочу сделать в Одисабебе вот здесь, чтобы он еще давал бонус соседства. Ну, вообще, это такое нормальное место для строительства района. Ну, нормально. Мы тут уже приближаемся к кругосветочке. Так, у нас опять два посла. Во-первых, в Наску, конечно же. Блин, может, Гонконг? Не, мне там не так. Давайте Наска. Это больше Веры. Так. В Дессе. В Дессе надо до 10 вырастить. Вот я в Дессе буду строить. Наверное, когда до 10 вырастет. Какой район? И кого знает. Давайте пока продолжим строителей. Виктор в Адуе. Адуе растет. И Ереван апнул юниты. Так. Сначала я хочу укрепить свои верования. Давайте смотреть, что у нас осталось. Мечеть, Пагоды, Храм Огня, Церковная Десятина, Всемирная Церковь. Ну, кстати, плюс две науки, культуры, золота и веры возможно. Плюс один посол, когда впервые переходит. Ну, такое. Ладно, давайте решим, что из оставшихся зданий. Я хочу мечеть, Пагоду или Храм Огня. Наверное, все-таки мечеть. Плюс один к распространению это круто. И теперь из пяти оставшихся стоит выбрать. Либо плюс единственный культур за каждый последователь этой религии. Либо науку за каждых четырех последователей. Ну, золото я бы не брал. посол когда впервые всего лишь один тоже странно. Вот это прикольно. То есть, ну, например, ну, блин, с другой стороны у меня только одно чудо. Вряд ли я вообще много построю. Обращать другие я бы взял, наверное, давайте, наверное, всемирную церковь на культуру попробую. вот сразу плюс сколько? 17, получается, 18. Плюс 18 культуры. Так, а здесь мы пойдем обращать Лалибеллу, но перед этим улучшим апостола. распространять религию на два раза больше. Распространение религии снижает на 75. Ну, это вот в этих городах я не думаю, что важно. Тут этого зароастризма 4 и 4. Не знаю. Других цивилизаций точно нет. на три раза больше, проходя мимо чуда. О, так это мне как раз подойдет. Давайте к кому-то сюда вернемся. Действительно, у нас тут чудо природы. Это лучше, чем на два больше. реликвия появляется. Тоже можно попробовать и пойти к персу. Ну, сначала я беру вот это. Так, меркантилизм 6 ходов. Ну, давайте камень. или, блин, дорого будет его покупать? 90? 90 как-то дорого. Не хочу. О, хмеры. Прикольно. У него тоже явно своя религия. И в каком тайном сообществе хмеры? О, у нас с ним может быть, но у них война со Швецией, кстати. У нас может с ним быть хорошие отношения. могут быть. Все, уже Франция ко мне не очень. Ну, блин. Так, я куплю караван из Адеграта. Мне надо как-то дорогу тут провести. Блин, я бы Нгазаргаму захватил, наверное. Маскат и Ереван классные, А вот Нгазаргаму господи. Нгазаргаму как-то неприкольно. И находится он мне мешает к тому городу проходить постоянно. И его особенность, если бы он снижал покупку юнитов за веру, это было бы круто. Кстати, я скорее всего в героический век выйду. В общем, надо думать о захвате Нгазг... Жалко еще... Даже осадные юниты не возможно... А, невозможно, слушайте, катапульта, да? Так. Блин, мне тут все равно надо город ставить. У меня селитры нету иначе. А как я буду Нгазаргаму захватывать без селитры, а это значит без бомбард. Вообще без вариантов. Хотя, наверное, пока просто прикуплю катапульт, чтобы они были предварительно. Что-то их тут надо будет апать. Ну, мне нужен поселенец. Нужно вот туда. Так, надо апать всадника, идти защищать эту территорию. у них камень. Мне жалко тут деньги тратить на покупку этого камня. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Еще еще три цивилизации где-то прячутся от меня. Я тут уже на пороге кругосветочки. буквально чуть-чуть осталось. Так, что нам в Микеле дальше? Ну, я бы производственную площадь здесь сделал. Вот, на плюс 5. Очень она хороша. Кстати, я так понимаю, что мне и все морские ресурсы тут дают. видите, мне просто от ресурсов 20 веры капает. Просто от тех ресурсов, которые я обработал. Но это очень крутой бонус, я считаю. Это все-таки очень круто. Еще раз повторю, его очень легко понерфить, оставляя таким же хорошим, в принципе, это чтобы веру давали за эти ресурсы, когда у вас обрабатываются они жителями. Это все-таки немножко другое. Я не скажу, что это сильно понизит. Вот видите, он увидел сразу же. Так, ну, видимо, нам надо дружбу заключать с Кхмером и союзом. Кстати, неплохо. Неплохо выглядит. Блин. Если ему так, 10 ходов. У меня 10 ходов, чтобы набрать 4 очка всего лишь эпохи. Это вполне решаемо. Так, давайте отправим делегацию, объявим дружбу и как насчет экономического союза. Отлично. Так, давайте смотреть, какие у нас караваны могут к Хмеру. А никакие пока. Слишком далеко находятся. Ну, у меня отбегают караваны во Францию. Конечно, она меня войну не объявит. и я смогу к Хмеру отправить. Тогда ну вот у них тут большой континент. Видно. мне кажется, у меня главная угроза со стороны перса скорее может быть, чем со стороны Колумбии. Тя и у того и одного 1100, у другого 900. Я маленький несчастненький эфиопчик с 500 силой. Сижу не тужу. Так. Не сработало пока. А вот так теперь сработало. 6 распространений в Лолибеллу. Хренак. Ну, если у нас не бегать. Так, идти из Аддеграта. Ну, Аддисаба его, конечно, круто, но вот эта дорога очень неудачная. Наверное, в Дессе придется отправить. Мне нужно, чтобы вот так дорога проходила. Так. Вот этот караван наверное все-таки города-государства что хотят? У нас мушкетеров, стрельцов и пикинеров. Торговый путь. А, до Вавилона кстати, может быть добивает? Нет, к сожалению. Подождите, наверное, из Аксума должен добивать. Ну, это из-за того, что он у него, у него, он не на побережье, у него нету гавани. Это, конечно, тупо. Нет, ведь я не могу ниоткуда. хотя Аксум по расстоянию вполне должен был доходить. Так как тут нету нигде гавани, то соответственно тоже немножко туповато. Ладно, какие она тут доступны еще. К Персу. К Персу еще больше денег, но туда даже производства нету. Я бы, конечно, к Францию отправлял. Вот Адеград Леон кстати, да, хороший вариант. Давайте я этого рабочего сюда отправлю. Тут еще много чего можно будет обработать так-то. Ну давайте тут шахту. Так, а где мне все-таки четыре оч... Ну ладно, я еще могу... О, у нас тут кстати племенной поселение. Я могу еще три цивилизации как минимум встретить. Три цивилизации себя встречу, то это будет означать, что... Так, я еще могу кругосветку. Сколько у нас ходов? Десять. За десять ходов я должен вообще точно кругосветку, мне кажется. Хотя тут конечно зависит от того, как этот континент расположен. Блин. Ммм... 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 Я могу купить. Я думаю это и надо сделать. и тут и тут. Так. Пингалов Хоррери занял Лян в Одиссабебе. Рост, да. Хоррери рост. наверное, давайте еще делать этих рабочих, потому что вот тут куча под аквакультуру клеток можно... Ну как кучу? Как минимум раз, два, три, четыре, пять. Это уже в границах, а потом еще шесть, семь, восемь. нормально. Нормально. Так, волейболи святилище. Кампус. Кампус тут вменяемого нету. Тогда а верфь сколько стоит? 580. Блин, ну просто десять ходов как-то долго. Давайте, наверное, амбар. Потом я в очередь поставлю храм. И все-таки верфь надо купить, потому что десять ходов строить это нереально. что-то. Кстати, а еще у нас тут еще производственный район, как-то я не подумал о нем. Так, юниты быстрее будут плыть. сделать открытые границы с... о, спириклом дружба. Давайте ... Блин, я вот не хочу спириклом, потому что ему может... Хотя, ему только из Австралии... Как он вообще со всеми тут? Только с Нубией воюет. Ему может объявить войну... Но Симон Боливар далеко, мне кажется, между ними Нубия. Давайте наверное военный союз с греком на всякий пожарный. Так, отлично. Индустриализация, астрономия. Так, как у нас тут? Ну тут вон, кстати, Снубии хорошо, что они воюют, она вон по науке вырывается вперед. Так-то я ребят уже догоняю. Ну и, кстати, Австралия тут отстающая внезапно. Как у нас по дереву технологии? Нормально пока вроде. Вот по культуре видите, отстаю. А что вообще по научной... Да, и тут Нубия впереди по количеству технологий. То есть, те две цивилизации, которые я не встретил... Три, которых я не встретил, они не самые развитые. То есть, можно работать. Так, ну я думаю, все-таки надо театралочку ставить. Пора, так сказать. Вот сюда смена, и сюда ставим ее. хорошо. Да, кстати, вот тут надо болото еще убрать. Тут шесть ходов. Как-то медленно растет. Это как-то можно ускорить? Вот вот эту клетку, например, городу купить, да? Ну, да. Все, шесть ходов. Что ж так медленно-то? тем не менее, продолжаю строителей делать. Амбар у меня там построен? Построен, блин. О, рапануи. Ну, пока, пока нет. Пока мы туда не отправляем послов. О, неужели он тут заканчивается? Еее. Я думаю, что мы тут можем проплыть. Вот и майя. все прям новые целы тут. Ну, майя такое себе, что у нее в ресурсах. У меня нечем торговать. Я уже всеми ресурсами со всеми торгую. Майя католики распространяют католичество по миру. А мы правоверные иудеи тут чисто на своем континенте. Вообще никому ничего не навязываем. Не хотите обрезаться? Не надо, ребята. че вы сразу? Так, я вот думаю, брать мне открытые игры. О, маленький. у меня последнего осталось встретить. так, ну да, последнего. Мали причем его не знает. А кто знает последнего? Я думаю, Майя знает. Нет, и Майя не знает. вот, Австралия значит. Значит, он где-то вот тут на этом континенте будет. такое ощущение, что тут четыре континента. Хотя, вот это может быть большим континентом. И так вот он продолжаться может. Ну, не знаю, пока не буду просить открытые границы. Не знаю, не выглядит, что там интересное что-то. Ну, то есть, такое ощущение, что я могу там у перса и морскими юнитами все открыть. Как-то себе. Так, давайте на золото. Пасаргады не хочу, потому что тут чистое золото. А тут, видите, и производство, и наука, и культура. Что, давайте в Леон. Так, слушайте, мне я все хочу, конечно, до 10 вырасти, но мне, походу, в Дессе надо поселенцы делать, потому что, ну, сколько мы еще это терпеть будем. Так что, давайте я лучше в Дессе сделаю посело побыстрее они. Общество алхимиков построилось, ееее. Ну-ка. Да, два производства, шесть науки, это, конечно, круто. Это круто, ничего не могу сказать. Так, промышленная зона, ну, плюс один, ну, это, это, как бы, ради этого строить акведук точно не надо. Верфь, наверное, покупать, стой, уж и девять ходов, это долго. Ну, театралка тоже нафиг. Ну, блин. Давайте амбар. Это, как минимум, еда. Так, библиотечка. Ну, слушайте, у меня пока только два кампуса, да? И, в принципе, я даже с двумя кампусами ничего так иду по науке. О, как ты, за что я сейчас получу? А, торговый путь закончил. Ну, все, я в героическом. А еще девять ходов. Я молодец. Так, знаете, я, наверное, тогда пока прекращу здесь плавание, потому что я не хочу ни кругосветку заканчивать, ни последнего находить, даже дополнительные очки эпохи. Приостановимся и на примем посольство. Конечно, там тот меня сам может встретить. Я только вот с персом рядом поплаваю. Надо посмотреть, может, перс его знает, может, он там тоже где-то рядом с персом. Я вот этих новых встретил, не посмотрел, каким они совпадут. Мне кажется, майя тоже к нашему, потому что эти сразу хорошие отношения нет. Не к нашему. Ктулху раз, герметический орден. О, так и грек герметический орден, отлично. Ктулху два. И этот герметик, подождите, он вроде другой был, нет? Ну, ладно, отлично, тоже. Герметических орденов уже четверо среди играющих. Это как минимум одна треть. Уже неплохо. Ктулху три, Ктулху четыре, совами нервы одна всего лишь, Ктулху пять, и вампир один всего лишь. А так пять Ктулху и четверо герметиков. Так, в Одисабебу бегал. Куда мы отправим? Опять же, к греку у меня недоступны пути, не добегают. К меру тоже пока нет. Ну, Десса Париж Айзан Кобара куда-нибудь в Леон. Наверное, в Леон, чтобы не перебрасывать. Так, я следующим ходом меркантилизм открою, можно будет тропические леса начать обрабатывать. Этих отправления давайте тут оставим в тропических лесах пока, чтобы обработать следующим ходом. Этот у нас на Газгаргаму все придется обращать. Так, поплыли рыбацкие лодки. Все-таки производство у нас рыбацкие лодки-то дополнительно дают. Как-никак. Ну, давайте, варвары, где вы? Я хочу уже с вами закончить. Все так утомили, нет слов. Одни междометия. рапануи что-нибудь хочет? Вдохновение для просвещения. Ну, это как-то нет, наверное, трех великих. Но одного я получил, правда. Одного я получил. может мне вот этого купить за веру? 157. А какое я чудо хотел бы построить? что у нас? Ну, есть, конечно, а, нету рурки уже. Рурку уже увели. Венецианка. Венецианку я не могу, потому что у меня нету нигде промышленных зон на побережье и ставить я их не собираюсь. Хотя вот тут можно. С другой стороны, а нужно ли мне так прям венецианка ради морских юнитов? Не думаю. Из тех, которые тут продаются собор 100 Василий Блаженый мне точно не нужен мне тут тундры. Святой Софии так у меня вера и так капает. Мавзолей в Геликарнасе. Да, слушайте, я хочу, если я могу его купить, то я хочу мавзолей за я в Адисабаве могу его построить. Он тут будет очень крут. То есть мне надо вот тут убрать улучшение. Да, вот это хорошая идея. Мавзолей в Геликарнасе тут кучу выхлопа даст. Просто я не запчу его никто там не построил до сих пор. Где у нас он? поставим шо надо построить. Так, из Аксума. Ну, давайте. Я просто смотрел, пытался, может, какие-то другие города откроются. Так, а Перс видит этого последнего чувачка, которого я не встретил? Не видит, значит, его тут рядом не будет. Так что Перс я могу. тут Фес вообще рядом. Отлично. Отлично. А вот и последнее тайное сообщество. Прикиньте, то, которое мне надо было. Зато Губера могу прокачать. Так, кого я хочу? Наверное, давайте Магнуса. Да, промышленника пойду. Блин, тут проходов нигде нету. Господи, шо ж так? Так, все, эти у меня стоят, пока не хочу дальше плыть. Хотя, подождите, этот рядом с Персом, наверное, можно поплавать. Тут не должно никого быть. А вот эти стоят. Так, Фес надо бы отправить, конечно, послов. Смотрите, вон, видите, как у Майя сколько этих линий. Видишь, на мне печать зла, я на тебе маску вижу. И что теперь? А что это, Майка, мне так расположена? вводя, поклонники ктулху. Что это, они так как-то прям улыбочки всякие. Меркантилизм. Плюс один к перемещению. Уголь. Слушайте, прежде всего, а уголь-то у меня есть? Я так прям... А, так я его не открыл еще. Фу-то. О чем я тогда висел? А, потому что у меня этот есть броненосец. Опа, кто-то еще. Симон Болевар Кертину. Австралии. Ну, там, походу... Сейчас, смотрите, Австралия вроде как оклемалась. У нее было мало науки, я помню. Вообще, как-то все так довольно ровненько идут. Мне это нравится. Так. Этот у нас черепашку пойдет обрабатывать. ну, а тут, наверное... Не, пойдем тоже туда. Я хотел в Аду и сначала купить верфь. Четыре производства плюс. Дальше меркантилизм мы открыли. Я думаю, поставлю... Уберу это плюс боевой мощи. Надо каперы построить. Хочу... Приморские юниты... А, я торговую республику не открыл. Вот оно че. Я бы каперов построил, но карточки нет. Торговую республику такие открыть. А, там еще и наемники заодно. Ну, давайте, да, наверное, пойдем в торговую республику. Я не буду переходить в торговую республику, я хочу в теократе остаться. Так, у меня кого-то перекупили. Ереван. Ничего себе. Фига себе, Екатерина Медича влилась. Я не могу пока обратно его. Так, тут амфитеатр строим, а потом археологически покупаем. кстати, бы потом стоит ли мне дипломатическая служба мне пока не нужна. В том плане, что я не отправляю никому из союзников. Я бы пошел просто в естественную историю потом, потому что я могу археологов за... Блин, я бы хотел Ереван перекупить, сделать послов и повоевать апост... не послов, а апостолов. Апостолами с перцем, чтобы наделать кучу реликвий. У меня под реликвии тут аж два места. Блин, конечно, больше храмов построить. Так, тут убираем. Тут я все хочу... Ну, может ли какмерно читать? Я думаю, нет. Я думаю, нет. То есть, можно пока... С другой стороны я уже следующим ходом могу построить. Ладно, надо выкупать. А, это три очка эко-похи за то, что я за веру его купил. Ой, просвещение мы таким образом ускорили. Даст фантастиш. Ну, то есть, мне нету смысла тут высаживать своего арома, потому что у меня, наверное, территорию перса раскроют апостолы. Так. У перса, походу, тоже свой какой-то континент отдельный. Так. Куда мне тут дальше? наверное, к варварам. Хотя, ну, блин, я этих трех варваров двумя арома успокою быстро. Наверное, к этому Нгазгар... Нгазаргаму возвращать. О, руинки. Да, конечно, на 20 цивилизаций было бы все заселено просто. А так вот на 12 есть пустые места, не все заселено. Мне кажется, все-таки круче на 20, но будет это понятно только к концу игры. Если они будут опять реально отставать по науке, как это обычно происходит вот в игре на божестве, значит, все-таки тут пофигу. Много не... Потому что когда много, мне сложнее в начале, потому что хотя бы на моем континенте добыла бы еще какая-нибудь цивилизация. А не я один тут такой расселяюсь барин. Ну вот, вот что теперь в этом городе строить? священное священное... Ну, видимо, театралку. Пусть она на плюс один будет, но... священное место тут точно, мне кажется, не надо уже. Потому что священных мест у меня куча построена. Промышленная зона тут ничего не даст, потому что на плюс один. это грустно довольно. Не знаю, мне хочется идти отралку почему-то. Так, библиотека, общество алхимиков. Дайте мне сначала в мастерскую пока. Общество алхимиков, конечно, тут крутое. Я ничего не говорю. так, обнаружили. О, Рапануэ что-то выполнили. Так, нас до героического? 7 ходов. Что-то я тут перестарался с очками эпохи, конечно. Черепаха. А где-то у нас вроде еще была черепаха, или мне казалось... А, вот еще. Так, ну что у нас с углем? Надо ли мне тут ставить? Я вроде там ничего не собираюсь апгрейдить пока. Уголь. О, у меня что-то на угле уже стоит. Так, давайте я... Давайте погуглим. где у нас уголь на карте? Священное место стоит на угле. Еще есть на моей территории где-нибудь? Не, нафиг надо, действительно. Одна... Хоть один есть уже счастье, да? А, не, вот, смотрите. Блин, ну что, маскат придется захватить, да? Да, видимо, и маскат придется захватить. Ну, блин, он, конечно, дает счастье с коммерческими районами, он еще и на холме стоит, вообще зашибись. Так что... Причем маскат, мне кажется, даже будет попроще захватывать, чем газаргаму. Он у меня тут поблизости. Так, давайте добьем мечника тут. Апнемся. плантация есть? Есть. Давайте, наверное, тогда переводить катапульты куда-то сюда. в Тарс можно, сарико. Два, два, так, давайте, вообще, я поплаваю, может, еще какие-то города крутые увижу. Мне бы, конечно, с Персом, ну, еще и арма тут, мне бы с Персом союз, конечно, иметь, а не с Кхмером. Вот Перс мне было бы вообще очень выгодно в него караваны отправлять. Судя по всему. Ну, давайте в Тарс уже отправлю. Че тут откладывать-то? Так, черепаха готова. Дальше Кита. Ну, тоже хороший город, между прочим. Это вообще так неплохо. всех расположил. Так, тут все убрали, ставим мавзолей. А, не могу ускорить, у меня тут рабочий стоит. Не, ну, тут будет, блин, Одис-Абеба станет шикарным вообще городом. Мне еще Окленд бы найти, если будет на карте Окленд, просто вообще будет супер. Я все-таки считаю, из тех пантеонов, которые были, взять рыбацкие лодки было лучше идеей. Так, этого сюда. Тут ждем. Смотрит, один заряд, да, какой мне лучше обработать клетку? Наверное, вот эту. Потому что тут, тут, какой-нибудь район буду ставить еще. А вот там вряд ли. Да, ну, в общем, начнем мы с маската, конечно. Причем у него практически вся армия с этой стороны. То есть, если я нападу, он даже на помощь особо не придет. Мне, правда, надо ну, фес. Мне надо более крутые юниты просто открыть. Давайте смотреть. машиностроение. Потом литье. Причем два арбалетчика я ускорю, а оружейное нет. Ну, вот на литье, наверное, надо будет нападать. Хотя, конечно, и полевая пушка нужна будет дальше еще. Пока так. И надо будет маскат и нгазаргаму захватывать. Ну, и так. Какой тебе уголь? Ну, и вот на этих прекрасных захватнических планах империи эфиопов я, серию эту закончу. Напоминаю, что спонсоры продолжения могут прямо сейчас во вкладке сообщества посмотреть, а для всех остальных оно выйдет завтра. Да почему вы мне все уголь требуете-то? Почему вот на этот ход все решили сразу у меня уголь? Вот у меня появился и все сразу дай уголь, дай уголь, больше ж ни у кого нету. Продолжение завтра. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях, а также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok